здравствуйте дорогие друзья тема нашей сегодняшней программы это обращение к предсказателям будущего в чем опасность меня зовут или она донченко и у меня в гостях вадим качкарев пастор магистр богословия и сегодня мы с вами продолжаем нашу тему и вот так скажем во времена неопределенности неизвестности как сейчас особенно хочется знать будущее хочется знать что тебя ждет дальше и нередко даже христиане я знаю обращаются к тарологам к нумерологам к астрологам к слову да если верить статистике то в колдовство верят аж 36 процентов россияна 27 процентов из них говорят что лично с таким сталкивались вадим николаевич хочу спросить вас а вы сталкивались чем-то подобным своей жизни сначала хотелось бы обратить внимание почему такое происходит почему такая тяга у людей вот сейчас отметили 36 процентов да почему такая тяга эта появилась у человека очень добро давно потому что вот тот момент когда первому человеку пришлось встретиться силами зла в лице сатаны между евой и дьяволом произошел разговор в котором он пообещал некие знания знания которые принадлежат богу и он обманув по сути дела его привлек ее вот к этой мысли о том что она может знать нечто большее чем она знает на самом деле вот с этого все и произошло в конечном итоге человек проявив непослушание по отношению к богу разрушил отношения разрушил свои отношения с богом а о чем это говорит это говорит о том что все это время до вот этого момента человек находился в стабильном состоянии зачем ему в этом стабильном состоянии заглядывать туда в будущее когда все хорошо все прекрасно и мыслей даже не было таких каждый день каждую минуту все прекрасно все хорошо но вот как только человек потерял стабильность ввиду того что он разрушил отношения с богом вот здесь пытаясь защититься почувствовав себя в опасности понимая что его жизнь в опасности его быт в опасности что его родные близкие в опасности потом уже да понимаю все это человек стал стремиться к тому чтобы увидеть что там его ждет чтобы здесь сегодня уже себя обезопасить обезопасить кстати в эту тему вспоминается пример саула да который тоже у него закончились отношения с богом там он убил пророка и после этого он идет обратиться к богу причем якобы с благовидной целью но идет к волшебнице вот на ваш взгляд если только богу известно будущее почему ее предсказания сбылись то есть почему она все так предсказала ему или это бог говорит но вы видите ли вот это вот тяга к знанию тому что там тебя ожидает в будущем на этой тяги дьявол очень хорошо сыграл ведь видя с человеком вот такую работу что ты будешь знать будущее у меня есть люди которые могут тебе что-то предсказать и так далее и там подобное ведя человека вот этим путем дьявол постепенно овладевает человеческим сознанием человеческое сознание попадает в полную зависимость не сразу это происходит очень медленно иногда быстро но человек даже не предполагает вот имея такую тягу к знанию будущего и имея рядом с собой людей которые якобы это будущее могут предсказывать постепенно таким образом работая через этих всех предсказателей дьявол овладевает человеческим сознанием давайте прочитаем одно очень интересное место в священном писании это второзаконие книга 18 глава вы посмотрите народ божий народ израильский находится в состоянии перед самим входом в землю обетованную и вот здесь он получает предостережение очень серьезное предостережение посмотрите не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель гадатель ворожея чародей обаятель вызывающий духов волшебник и вопрошающий мертвых ибо мерзок пред господом всякий делающий это из-за сиита мерзости господь бог твой изгоняет их от лица твоего будь не порочен пред господом богом твоим дальше речь идет о языческих народах которые с этими всякими скажем так в кавычках духовными практиками имели самое прямое дело имеет самое прямое отношение до языческие народы в которых дьяволу сатане удалось развить развить это и распространить потом эти страшные лжеучения вот поэтому в чем суть каждый человек должен понимать что у него конечно есть будущее и ну нельзя отрицать что нам было бы очень интересно это будущее знать правда и вот нам даже с вами вот мы сейчас размышляем вам нам же тоже интересно это будущее знать но но вместе с этим необходимо понимать что будущее оно известно одному только богу а почему тогда у саула сбылись предсказания я не понимаю а потому что а потому что а потому что будущее о котором якобы он узнал оно было сформировано как раз тем кто это будущее ему предсказал вы понимаете но вы идете по улице и к вам подходит человек и говорит осторожно вам на голову может там упасть балкон там допустим да и в это же время он бежит туда на этот балкон и подрезает там какую-нибудь арматурку этот балкон действительно падает и когда это происходит вот сознание этого человека попадает в зависимость к тому кто это предсказывает он в это время не понимает он не отдает отчет себе что тот кто ему предсказывает это и делает понимаете тот кто предупреждает его о проблемах он и формирует его сознание эти проблемы и таким образом человек попадает в зависимость вот почему вот почему через моисея господь своему народу строго-настрого запретил с этими практиками не иметь ничего общего потому что идет великая борьба между добром и злом за человеческое мышление за человеческое сознание они как бы программируют сознание да то есть получается что если бы он не пошел к этой гадалки возможно у него было другое будущее то есть он бы не покончил жизнь самоубийством конечно страха конечно если бы он доверился богу если бы он и спросил у бога все это речь идет о том что сатана сегодня на нашей планете пытается сознание человека купить купить и сформировать у него это сознание таким образом чтобы человек находился постоянно в его зависимости вот некоторые верят в приметы да всевозможные привет ой черная кошка пробежала через дорогу понимаете да проблема не в этой черной кошки в конце концов ну что это черный корну но перебежала она через дорогу и все но понимаете когда ты постоянно обращаешь на это внимание когда ты этому придаешь значение до серьезное значение до постепенно силы зла начинают овладевать овладевать твоим сознанием и приходит такой момент что твое сознание полностью попадает в зависимость да а ему для этого что нужно сделать если он понимает что ты веришь что это перебежавший дорогу черная кошка может принести тебе какие-то проблемы конечно ему же очень легко эти проблемы тебе устроить и когда ты с этими проблемами столкнешься и сопоставишь эти проблемы с переживавший черной кошкой понимаете что происходит сознание ты попадаешь в зависимость от этого есть разумные приметы да вот например иисус говорил да когда вы видите там идет туча ну вы же понимаете что сейчас начнется дождь то есть это нормальная вещь а вот когда приметы касаются неизвестности какой-то потусторонности понимаете вот здесь начинаются большие проблемы вот так люди становятся одержимыми это и есть тактика сатаны конечно постепенно понемножку люди попадая в его зависимость становится одержимыми им что такое одержимость это когда вы не имеете своей собственной воли для того чтобы управлять своей жизнью принимать решение он начинает управлять вами кстати об этом отдельная тема у нас даже почему так страшен алкоголь почему так страшно страшны наркотики все это работает на него все это убийство человеческого разума который в один прекрасный момент просто перестает управлять перестает принимать решение и тогда вы у него в руках он делает с вами все что он хочет но попасть в эту зависимость попасть в эту зависимость легко он так муравьиными шагами человека через какие-то практики казалось бы на первый взгляд безобидные практики он ведет 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 но наступает момент когда человек теряет свою волю он выходит он выходит из своей воли и дарит эту свою волю дьяволу которую управляет им а в священном писании же огромное количество историй огромное количество историй вот например я очень часто вспоминаю вот эту историю с мальчиком бесноватым мальчиком который вбежал когда иисус проповедовал вы знаете он вбежал именно вот в тот самый момент когда иисус говорил о самом главном людям которые собрались его послушать вот именно в этот момент о чем это говорит это говорит о том что великая борьба за души за сознание тех людей которые слушали иисуса она продолжается и дьявол использует одержимых людей чтобы нарушить планы божии и обратите внимание мальчик дети могут оказаться в таком состоянии если они находятся под влиянием своих бездуховных родителей которые связаны с этими практиками хотя есть вроде бы да такие невинные там детские шалости там что там вызывать пиковую до да да это то есть тоже имеет а начинается все с шалости вы знаете вот если на кошечку посмотреть там вот ей положишь покушать она же не сбегает и сразу кушать не начинает она посмотрит потом она подойдет внимательно 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 понюхает это все очень тщательно понюхает эту еду и только после того что у нее в ее мозгу произошло вот это вот сочетание между запахом и центром принятия решения кушать и так далее только после этого она потихоньку еще начинает пробовать на зуб сможет она это раскусить или сможет она это разжевать и так далее потихонечку потихонечку понемножечку и человек точно так же человек И человек точно так же, он же внимательный, он начинает щупать. Некоторые вещи начинают щупать. И дьяволу очень важно, чтобы это произошло, вот это щупание, как можно раньше с человеком, чтобы он успел до того момента, когда человек станет целостной личностью и сможет четко и ясно понимать, что такое хорошо, что такое плохо, ему очень важно до этого момента человека сбить с пути, чтобы он пошел, под откос пустить. Вот я, например, вспоминаю историю такую, которая была в моем детстве. Серьезно. Я детство свое проводил в пионерских лагерях, вот. И мы глупостями такими занимались по ночам, знаете. Мы дети садились в круг, там кто-то нам что-то подсказал, как это делать. Вот мы эти буквы рисовали, вот мы за эту тарелочку со свечкой держались. И я вам хочу сказать, что тарелочка-то двигалась. Серьезно? Двигалась тарелочка-то. И как вы это тогда себе объясняли? Понимаете, были все дети. Среди нас не было взрослого, который нас бы мог обмануть, там, манипулируя. Нет. Оно действительно было. Это говорило о том, что есть определенный потусторонний мир, который существует параллельно с нашим. И этот потусторонний мир вмешивается в наш мир, вмешивается в наше сознание, по крайней мере, пытается это сделать, мешаться, для того, чтобы приобрести нас. А для чего приобрести нас, вы сами прекрасно понимаете. Цель одна – оторвать дитё Божье от Бога и погубить это дитё, лишить его спасения, лишить его вечной жизни. Вот почему эти все практики, они развиваются силами зла на нашей планете. Спасибо, что поделились, Вадим Николаевич, такой даже личной историей. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Но, дорогие друзья, в следующей серии мы узнаем у Вадима Николаевича, насколько его зацепило это в тот момент, что он почувствовал, что подумал. И также поговорим о древних и современных астрологических прогнозах. То есть, что такого, казалось бы, вроде бы наблюдать за звёздами? Это же небесные светила, которые сотворил Господь. И даже волхвы наблюдали за звёздами. Так ли это опасно? Поговорим об этом в следующей серии. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова